Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Про Цветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим, как получить более ранний урожай и что для этого необходимо сделать. Почему? Потому что раннее, сами знаете, раннее всегда более вкусное и более ценное. Даже для нас первая зелень, первые корнеплоды, они всегда кажутся вкуснее, чем потом, когда их уже в достатке. Ну что, во-первых, обращаю внимание. Сейчас вы будете покупать семена. Так вот, покупая семена, обращайте внимание. Старайтесь не брать семена одного срока созревания. Ведь у каждой культуры есть семена разные по сроку созревания. Есть раннее, среднее, позднее, есть ультрараннее даже. Так вот, замечу, например, смотрите, у капусты и морковки ультраранние сорта дают первый урожай уже через 100 дней после всхода, а ранние сорта, 120, уже видите, как бы разница 20 дней между ними. Те же самые тыквы, например, разница 95 и 125 дней. Или у помидор, точно такая же самая картина. Тыквы и помидоры 95 и 125 дней. То есть разница 30 дней между ультра и ранними сортами и сортами средними, например. Поэтому старайтесь, чтобы у вас были и ультраранние сорта для ранней продукции, и поздние сорта. Ну, дальше, что можно ускорить? Если вот вам нравится какой-то определенный сорт, не хотите этого ультрараннего, вам надо ранний или средний сорт. Так вот, поступление урожая можно ускорить очень простыми способами. Просто перед посевом намочить семена. Если вы намочите семена, это дает забег уже на 2-5 дней. Урожай будет раньше созревать, чем при посеве сухими семенами. Ну, еще больше вы продвинетесь, если семена прорастительна. Вот проращивание семян дает забег уже от 6 до 20 дней при проращивании. Выберите раньше урожай, чем при посеве сухими семенами в открытый грунт. Это тоже хороший резерв. Ну, и очень часто, что наши огородники уже и пробуют, и испытывают, и как бы это уже устоявшая технология, это метод рассады. Выращивают на рассаду капусту, выращивают на рассаду помидоры, перцы. За счет этого метода рассады можно получить урожай на 20-60 дней. Раньше, чем тоже при посадке в открытый грунт. Дальше, что еще способствует получению раннего урожая? Получение раннего урожая, ну, кроме этих способов, значит, дает и укрытие градок спонбондом, спонбондом, пленкой. Вы накрываете градки, земля проградется быстрее. Значит, соответственно, и раньше начинается посев. Ну, здесь резерв будет составлять до 20 дней при укрытии градок. Ну, если вы растения будете выращивать в теплицах, в теплицах условия всегда более комфортные, это раз. Во-вторых, в теплицах нет ветра, вот, а это очень большой фактор. Наши растения не тратят лишнюю энергию на транспирацию, что ветер иссушает, и они лучше развиваются и быстрее образуют урожай. Здесь резерв может доходить до 60 дней. Ну, еще один резерв, про который мы вам рассказывали, это подзимние посевы. Подзимние посевы по сравнению с весенними посевами, даже одного и того же сорта, дают ускорение урожая на 10-20 дней. Ну, а если примените же плюночные укрытия, значит, что больше, этот момент можно увеличить. Так что сейчас, выбирая семена, вы обязательно определитесь, на какие сорта вы сделаете ставку в этом сезоне. Потому что если вы будете выращивать ранний урожай, вырастили ранний урожай, значит, у вас есть возможность получить второй и третий урожай на этой же площади. Посевать следующую культуру раннюю, получить еще урожай, и осенью получить еще один или два урожая. Так что все эти резервы, они легко исполнимы, легко доступны. И сразу составьте списочек себе, вы составляете себе в оборот, что у вас будет расти на градках, какие культуры, на каких градках. И вот, соответственно, рассчитайте, сколько вам надо ранних, сколько надо поздних сортов. Но тут надо тоже учитывать такой нюанс, для каких целей идут сорта. То ли для потребления в свежем виде, то ли для хранения. Конечно, для хранения мы берем поздние спелые сорта, потому что поздние хранятся лучше. Ранние, они дают нам более, почему, тому и раннее, что они сразу употребляются в свежем виде. Вот только единственный нюанс, который надо учесть. А так вам хороших урожаев, подписывайтесь, смотрите наш YouTube-канал. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова